В ту же минуту на крыльце показался дворник. Громадный, рыжий детина в красной канаусовой рубахе, в белом переднике с метлой в руках. «Тебе чего, старик, надобно здесь?» – закричал дворник. И это из Куприна. Вообще, русские писатели нередко использовали в своих произведениях образ дворника как символ порядка, хозяина территории. Николай Хлыстов с детства любил во всем порядок. Сам аккуратист, того же требует от других. С порядком мечтал связать и свою профессию. «Милиционером хотел быть. Ну, ловить преступников, чтобы там не было порядок. Ну, в жизни не получилось. Ну, по сути, что же порядок наводится?» Ну, вот и получается. Вот так вот. С шести утра Николай Хлыстов на боевом посту. Рыхлит снег, колет лед, убирает мусор. Всех жителей в своем участке, а это 11 подъездов, по именам знает. Всегда здороваются, про жизнь спрашивают. Благодарности, говорит, не ждет от людей. Главное, чтобы город свой любили. А еще патриота Николая Хлыстова очень волнует судьба отечественного спорта. Сам играет. Зимой в хоккей, летом в футбол. «Надо своих выращивать, как раньше было в советское время. А сейчас они иностранцев покупают, они полгода поиграют, деньги получают, а толку нет». Если утром выходишь в чистый двор, и день складывается удачно, делится Вадим Киселев. Живет он на улице Гагарина в советском районе Самары. Привести в порядок все городские дворы – задача и управляющих компаний. У них работают дворники и самих жителей. Сейчас на улицах города каждый день трудится до двух тысяч дворников. В одном лишь советском районе их более двухсот. «Вот она, дворник, вот она, факт того, что очистила возле дома бордюр, здесь непроходимый был. Вот, цоколь. А это большое дело, цоколь». «Спасибо большое. Мы очень рады, что чисто во дворах». «Им бы зарплат побольше. У них работа тяжелая. Лед рубить – это адская работа». Ожидается, что в муниципальной управляющей компании, которая будет создана в Самаре, дворники будут получать больше – порядка 16 тысяч рублей. К этой сумме должны подтянуться и управляющие организации. А пока дворники с нетерпением ждут начала масштабной генеральной уборки и субботников. Когда им в помощь на очистку улиц и дворов выйдут муниципальные предприятия, коммерческие структуры и, конечно, сами жители. Алина Чемерис, Павел Пресняков. События.